Что я сделаю дальше? Я задам себе такой вопрос. Сколько существует решений у неравенства? Сколько решений у неравенства х умножить на у меньше или равно н. Здесь н это натуральное число, фиксированное. А х и у это натуральные числа, переменные, неизвестные. Это, естественно, некая функция, зависящая от числа н. Ну, давайте я порисую, чтобы вы поняли, о чем вообще разговор. Вот смотрите, возьмем в качестве н, например, число 4. Замечательно. Точка с координатами 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 1, 2, 2. И больше неравенств нет. Согласны? Согласны? Дважды 2, 4, и по-другому не скажешь. Так вот, если вы возьмете кривую, заданную уравнением х умножить на х равняется 4, то обнаружите, что, собственно говоря, надо узнать, сколько существует точек с натуральными координатами вот в такой области. Согласны? Сколько существует точек, удовлетворяющих в таком условии? х умножить на у меньше или равно 4, это значит под гиперболу. Ну, х больше 0, понятно, а у больше 0, тоже понятно. Хорошо. Это для четверки. Теперь давайте возьмем число н как-нибудь побольше. Что произойдет? Произойдет простая вещь. Гипербола заменится на xy равняется n, ну и, соответственно, количество точек увеличится. Отлично. Давайте я сейчас двумя способами решу эту задачу. Сначала я это сделаю грубо и получу не очень хороший, ну, не очень точный ответ. А после этого я получу ответ на лучший. Значит, грубое решение звучит на следующем образом. Значит, эту самую гиперболу, да? xy равняется n, x на y равняется n. И говорю, что для числа единица у меня, понятное дело, n точек. Для числа 2 у меня, значит, будет целая часть n. Для числа 3, для числа 4 будет вот так. Для числа 5 и так далее, и так далее. Ну, и, в конце концов, для числа n будет одна точка. То есть, на самом деле, я должен просто-напросто найти такую сумму. Легко. Целая часть. Это есть разность между самим числом и его дробной частью. Замечательно. Так, нет, плюс число n разделить на три. И минус дробная часть, n разделить на четыре. Потом, как плюс число n разделить на четыре. И минус дробная часть, n разделить на четыре. И так далее, и так далее, и так далее. Давайте это запишем как-нибудь еще понятно. А именно, n плюс n пополам, плюс n разделить на три, и так далее, и так далее. Плюс n разделить на n, плюс один. Плюс n разделить на н. Это без всяких другых частей. А теперь пошло минус. Дробная часть n пополам, дробная часть n на три. И так далее, и так далее. и в конце минус дробная часть n делить на n-1, да? Ну, можно, конечно, еще для лидернообразия вычесть дробную часть n делить на единицы, можно вычесть дробную часть n делить на n, но это все не важно, потому что это все, что называется, нули, вот не важно. А важно следующее, что когда я здесь вынесу n за скобку, то у меня получится в точности hn. А вот эта штука, господа, это о большое от n. Почему? Потому что каждое из этих чисел нет у нас вводит единицы. Дробная часть всегда от нуля до единицы. Значит, здесь о большое от n. Теперь я могу вспомнить, чему равняется h от n. Я эту форму специально вверху написал. Значит, hn это вот это вот число. И, соответственно, радостно, подставив, радостно написать, единственное, я не очень понимаю, где написать. Можно я здесь сотрудник. Радостно написать, что это есть n умножить на натуральный логарифм n плюс гамма плюс o большое от 1 n. Так, это нормально. И минус o большое от 1. Хорошо. Раскрываю. Раскрываю, раскрываю. Получаю такое же. n у нас в районе логарифм n. Плюс n гамма. Так, n умножить на o большое от 1 n. n умножить на 1 n, это единица. O большой от 1, это просто величина не только происходящей константы. Поэтому она поглощается вот этим. И здесь получается o большое от 1. Плюс минус, без разницы вы помните. Господа, я, конечно, получил оценку. Я действительно выделил главный член. Но обратите внимание, что, конечно, ни в каких книжках вот так вот никто не напишет. По одной простой причине. Потому что n гамма – это величина того же порядка, что у большой от 1. Поэтому принято это писать так. n логарифмов n плюс у большое от 1. Вот это была первая моя сегодняшняя выкладка. Я обещал, что она грубая. Почему? Потому что я получил ответ, я получил главный член. Логарифм n при возрастании, n растет. Но у меня здесь довольно большая ошибка. Ребята, я все вот эти дробные части оценил с меру единицы. Это, конечно, довольно грубо. Так вот, оказывается, можно оценить это гораздо красивее. И получить более точную оценку.